до того как переехать в америку я не раз слышала что здесь чтобы жить хорошо в общем-то и работать не обязательно пособий хватит и на активную молодость и на достойную старость но приезжаешь в штаты и в любом большом городе вроде нью-йорка л.а. чикаго сан-франциско первое что бросается в глаза но сразу после небоскребов разумеется бездомные они повсюду а чуть-чуть поживешь и замечаешь как каждый день в каждом районе в специальных пунктах помощи выстраиваются очереди за продуктами это происходит не только в пандемию поэтому мне стало интересно что же такое бедность по-американски и может вообще кто-то жить здесь хорошо не работая всем привет меня зовут алина полянских и сегодня я считаю чужие деньги мы ходим между машинами на светофоре просто хожу со знаком дадут нет ничего страшного я не расстроюсь вот так месяц получается примерно 1200 долларов нам таких тут подселили в какой-то момент один человек там начал просто какать никто не работает людям хватает на жизнь вы сам себя относите к бедным идиотом ах простите болеть раком в этой стране очень дорог я честно скажу это мой страшный сон заболеть это можно стать паразитом и великолепно жить в этой системе каждый месяц кто-то кому-то одалживал на квартиру были фут стемпы вот эти прямо продуктовые когда вот такие вот талоны и они но они тоже заканчивались это не до конца их месяца хватало тем более что мы не особо были какие-то экономные в этом плане и но просто были моменты где просто не было денег вообще алиса выросла в нищете в нью-йорке стала профессором преподает искусство в bmcc колледже ведет блог food stamps and caviar в котором рассказывают о шике американской бедности мы приехали в америку в первые же дни мы получили грин карту нам стали оплачивать квартиру мы получили медицину все бесплатно все бесплатно даже предлагали мебель бесплатно в общем все что вы хотите все бесплатно абсолютно павел авербух пенсионер в америке 28 лет больше 20 из них не работает иммигрировал в штаты по программе еврейской благотворительной организации на яна ну показывайте как выглядит ваш дом но здесь в основном наши кровати немного места ссори был ковер но мы его убрали алекс спит здесь а я вот тут собаками вместе мы стараемся сейчас накопить денег чтобы уйти с улицы мы должны сами выбраться нужно выбраться на другой уровень а там уже нам помогут оплачивать все это апрель ее муж алекс бездомные познакомились на улице оба американцы он живет на улице четыре года она два второй год они скитаются по улицам нью-йорка вместе успели завести двух собак которых спасли из приюта официально ребята не женаты но называют друг друга мужем и женой меня государство только еще не платит тут а так вот все пожалуйста медицина и питание и крыша и одежда одежда все все при этом вы понимаете что вы нелегально в стране при этом все знают что я нелегально в стране я понимаю я забываю что нелегально вот здесь я забываю мне никто об этом не напоминает я забываю за 20 лет 4 за 24 года владимир мечев нелегал в америке с 97 года в казахстане работал учителем физкультуры в сша зарабатывает ремонтом и строительством долгое время был бездомным сейчас живет в доме трудолюбия это мужской приют при православной церкви в нью-йорке вьетнам не первая моя война корея была и еще просто службы в германии вы вернулись с войны вы потеряли трудоспособность пусть и частично и все что вы в итоге получили от государства это пособие в 57 долларов 57 долларов а чего вы ожидали да ничего ничего не ожидал она тогда это получается в 57 раз больше берри бергер ветеран войны во вьетнаме отдал американской армии 8 лет получил инвалидность не работает я считал что мне для того чтобы мне комфортно жить с моими мне нужно 8000 месяцев тогда еще смогу и немножко не но дэвис мать-одиночка не но живет в нью-джерси и одна воспитывает сыновей саву и лукаса пенсионер иммигрант нелегал мать-одиночка ветеран все они считаются социально незащищенными хотя бы потому что зависят от пособий но считаются ли они бедными и вообще кого можно назвать бедным в сша в 2021 году федеральный уровень бедности по всей территории соединенных штатов за исключением двух штатов это гавайи аляска установлен в размере 12 12 тысяч 760 долларов на одного человека это не прожиточный минимум это просто это федеральный уровень бедности то есть у людей доход которых ниже или равен этой величине ну они официально признаются бедными речь о годовом доходе в америке а заработки принято говорить в годовом формате то есть сколько ты зарабатываешь за 12 месяцев 12 тысяч 760 долларов в год насколько реально прожить на эти деньги cnbc make it подсчитали сколько денег нужно обычной семье мама папа ребенок чтобы хватало на жилье продукты медицинскую страховку и уход за ребенком ни о каких накоплениях и уж тем более о походах в кафе и рестораны и речи не идет так вот чтобы в калифорнии прожить с натяжкой от зарплаты до зарплаты нужно иметь шестьдесят восемь тысяч сто девяносто долларов в год в нью-йорке год жизни обойдется семье из трех человек 67 тысяч четыреста девятнадцать долларов дешевле всего в америке жить в миссисипи там хватит и сорока восьми с небольшим тысяч долларов но даже там двенадцать тысяч семьсот шестьдесят долларов это ничтожно мало как америка компенсирует этот разрыв когда я приехал в америку первым делом на я на нам организовала все что мы только даже мечтать не на сегодняшний день у меня есть и социей сумме восемьсот восемьдесят один доллар я получаю я получаю фут стемпы то есть продуктовые суммы на продукт на покупку продуктов в сумме 202 доллара в месяц кстати неплохо потому что я трачу примерно 100 долларов в неделю но я заморачиваюсь на органик и так далее и и вы знаете алина 200 что еще медицина мы минуточку квартира квартира стоит вы не поверите 259 долларов в месяц можно сказать для америки это почти даром двести пятьдесят девять долларов за однокомнатную квартиру в нью-йорке в южном бруклине это не центр от тайм-сквер примерно час езды на метро но зато у самого океана аренда такой квартиры в этом районе от двух тысяч долларов и выше покупка обойдется в полмиллиона долларов в нью-йорке за 300 долларов можно арендовать только место в комнате снять квартиру за эти деньги не получится ни в нью-йорке ни в какой-нибудь айове а вот получить такую квартиру может каждый достаточно быть терпеливым и малоимущим любому врачу я могу идти бесплатно пользоваться транспортом бесплатно к врачам на тесты вот так что об этом можно было только мечтать то есть грубо говоря иммигрантам беженцам да которые приезжали через еврейские организации давался вот такой сразу полный пакет благ которые которыми вы пользуетесь 28 лет жизни в америка в вашей среде в те кто вместе с вами приехал в то же время люди сейчас предпочитают работать выбирают работать или их устраивает вот жизнь с пособиями с поддержкой из всех людей кого я знаю я тут знаю большое количество людей не много друзей знакомых никто не работает интересно кто не работает у кого есть вэлфер у кого есть осознанного людям хватает на жизнь я бы сказал так что это люди с ограниченным кругозором которые в принципе стараются получить от жизни ну то что необходимо для нормального существования человека вот такие люди они сильно вписывается очень здорово вот ту систему которая есть недостаточно хватает образования очень часто которые не получили еще в советском союзе что понять что есть система которой можно играть это можно стать паразитом и великолепно жить в этой системе то есть таким образом появляются субсидированные квартиры для людей которые в принципе могут зарабатывать намного больше денег но не хотят также появляется различного рода медикейты в элфер и так далее то есть опять люди которые могут делать много но сами добровольно говорят я это делать не буду потому что зачем мы пытались получить жилье но пока не выходят мы хотим уйти с улицы ни один нормальный человек не захочет так жить до этого я работал на переездах все было нормально пока меня не сбил автобус я ехал на собеседование и меня сбили на 5 авеню когда я переходил по пешеходному переходу в итоге у меня титановые пластины в шее и плече были выбиты зубы меня реально собирали я сильно пострадал не мог работать больше потратил все сбережения пришлось ехать из квартиры жил у друзей потом в машине в итоге машину пришлось продать так и остался на улице а сейчас твоя жизнь как выглядит но обычно просыпаюсь примерно в 8 может в 7 30 иду в туалет и за кофе приношу жене кофе она без него не просыпается потом выгуливаю собак весь остальной день мы пытаемся что-то заработать чтобы самим поесть и собак покормить обедаем и снова зарабатываем потом ужинаем собак выгуливаем и обычно просто валяемся вместе и смотрим что-то главное телефон зарядить где-то днем телефонные счета оплачиваем сами выходит где-то 94 доллара в месяц я говорю мы стараемся мы копим деньги мы откладываем не то чтобы мы вообще ничего не делаем сколько у вас выходит в месяц в среднем по-разному бывает когда может 10 баксов в день сделать когда 50 получается а иногда это может быть вообще ноль ну вообще среднем и где-то 50 делаем ну вот как вы видели мы ходим между машинами на светофоре но я на самом деле стараюсь не просить ничего просто хожу со знаком дадут нет ничего страшного я не расстроюсь вот так месяц получается примерно 1200 долларов но опять же если мы отложим все что мы зарабатываем этого все равно не будет достаточно чтобы снять даже маленькую студию таких как алекс и апрель в америке порядка 600 тысяч человек и это только официально зарегистрированные бездомные проблем действительно стоит очень остро ее пытаются решить в прошлом году выделили три миллиарда долларов на эти деньги содержатся приюты для бездомных и социально субсидированное жилье то есть точно так же как пенсионер павел авербук живет в однокомнатной квартире за 259 долларов вот на тех же условиях может жить любой малоимущий в стране дома для бедных по-другому их называют здесь праджекты строится не только на окраине прямо сейчас мы в манхэттене во дворе праджектов это не единственное такое социальное жилье здесь на острове вообще изначально здесь жили рабочие преимущественно белый потому что тогда в начале 20 века когда появилось это социальное жилье благополучие чернокожих мало кого интересовало но со временем контингент проживающих серьезно потемнел и сейчас здесь в основном живут афро и латиноамериканцы для нас с вами визуально это обычные многоэтажки это не коммуналке это не общежитие это обычные многоквартирные дома но здесь в америке они стали синонимом бедности ты росла в праджектах да ты для себя уже в детстве понимала что она это значит что я бедно это значит что мой дом тюрьма это значит что отсюда дороги не а я не думаю что-то особо много нищих но как вы сами видите тут куча всяких психическими заболеваниями людей которые чисто на пособие они же не могут где-то подрабатывать что есть тут такой в этом и вся мне кажется трагедия этих проектов что тут перемешивать людей которые на самом деле не совместимые совсем они же должны брать 30 процентов по моему мирл класс вот как у них считается средний уровень дохода какое-то количество там матерей-одиночек и какое-то количество вообще из шелтера из этих из приютов а там же бывают вообще вообще просто как бабушка моя говорила который кусается и вот например нам таких тут подселили в какой-то момент и значит один человек там начал просто как как это в подъезде даже не подъезде по дверью например но ответ был какой-то в конце туннеля вот ты понимала что есть дорога из точки а в точку б вот из этой нищеты в том какому-то маломальскому успеху я думаю это как вот у меня такое ощущение что это привычка и это как вот бросать курить например вот то есть ты сначала пытаешься пытаешься я все для себя взвешивая думаю я же художник я же как бы зачем мне надрывать себе задницу где-то платить по полторы тысячи долларов за комнату какой-нибудь бушики когда я могу здесь жить за 300 с моим доходом 300 да ну и вот и кто отсюда захочет уехать вот представьте себе такое то есть футстэмпы дают еда какая то есть но она с все взаимосвязано то есть если ты действительно просто вообще ничем не занимаешься так все и дадут футстэмпы и так далее ты копчут отсюда уехал классно 300 баксов ребят это реально очень хороший район в нью-йорке я хочу чтобы это понимали это не окраина это нормально это сейчас днем выглядит приятно тихо спокойно даже вот такой вот райончик с деревьями садик с этими цветочками все а ночью как мы все время стивали зрами the freaks come out at night знаешь как говорится и тут ночью начинается вверхе тут стрельба не могу тебе передать сколько раз я под это просыпалась ночью то есть у нас в детстве у меня просто вот здесь прямо застрелили человека насмерть ходили еще следователи к нам поднимались постоянно в течение нескольких недель после этого разыскивали и то есть я увидела это я увидела как бы вот эту вот такие вещи как в этом здесь происходят происходит и происходило и полиция сюда не заезжает несмотря на то что все жалуются что полиция 3 до прям терроризирует вообще людей нихрена ты позвонишь полицию они приедут специально через час когда уже все закончилось при этом попасть в project и считается везением в очереди на это социальное жилье можно стоять годами самая короткая очередь порядка двух лет альтернатива project там шелтеры то есть приюты для бездомных но им предпочитают улицу я не хочу шелтер там опасно и ладно еще опасно это просто как тюрьма отличие одно из шелтера можно уйти шелтеры это худший вариант там могут ограбить или изнасиловать это просто небезопасно я лучше попытаю удачу на улице а я жил шелтере как я месяцев 6 жил но ясно кто туда попадает наркоманы они прям проносят и там значит до двух часов ночи но security ходят security ходит и комната представляет вот такой бордюр и кровати стоят тоже 4 вот наша допустим но если здесь проход и security все ходит один и всю ночь и ему видно все кто чем занимается но он на пьяненьких и кто много разговаривать долго он на них внимание не обращает только если уже это запредельно чем драка тогда это не имеет вот там драка случилась такая один буйный какой-то значит не знаю бьет а он security не имеет право его трогать он внизу полиция полиция когда придет только она имеет право владимир такой не один в америке больше десяти миллионов нелегалов и многие живут здесь десятилетиями растят детей работают путешествуют по стране здесь это ну в порядке вещей что ли но история владимира меня поразило он здесь больше двадцати лет он все это время с китайцы по каким-то комнатам углам ночлежкам приютом жил на улице прошел через все но при этом исправно отправлял деньги семье в казахстан жена дети получили достойное образование встали на ноги а он как мне кажется заплатил за это все по сути своей жизнью потому что он здесь столько лет и все это время на грани выживания родине приехал сюда я на второй день уже нашел работу а как вы нашли работу вот на бирже это форт гамильтон парквейт бруклине и 39 с 42 ст и мысли что значит биржи вы приехали в чужую страну биржа это 42 стрит здесь форт гамильтон авеню здесь стоит 42 и на каждом углу стоят люди у которой которые нелегалы у которых нету работы приезжают работодатели которым нужны рабочие руки и вот подзывает тебе говорят что ты можешь делать может то может другое может погрузить может копать может не копать садишься и уезжаешь сколько вы сейчас зарабатываете я вот я поехал заработал 700 долларов сегодня 70 дам я приехал только получил 700 долларов это за какой отрезок это две недели но если я работал каждый день эти две недели я бы заработал больше а то там то одного не было то другого не было за две недели получилось 700 долларов а было бы конечно больше тысячи 800 это довольно неплохо если учесть что вы не платите ни за жилье ни за продукты ни за страховку только за проезд получается и это единственные ваши расходы домой надо высылать а вы до сих пор высылаете это долг конечно там то одно за другое вроде бы обои работы но они же мало получают я за вот за эти две недели получается да скажем за неделю 700 заработал а они там месяц зарабатывают по 200 если в доллары перевести 250 300 350 а у всех 7 и вы продолжаете помогать помогать себе на черный день продолжаете откладывать продолжая не скажу сколько у меня денег нет я не буду спрашивать мы же с вами американцы здесь же не принято это у нас там я только не успею приехать и сразу все будут думать что я миллионер вы сам себя относите к бедным идиотом а простите бедным людям вот здесь в америке да вот там я точно в середине буду когда туда вернусь в казахстан а здесь конечно бедны а вы собираетесь возвращаться собираюсь потому что мне здесь не свет легального ничего 24 года вы не видели семью 24 года а как думаете вот быть здесь нелегально перебиваться с койки на койку с улицы в приют по крошкам собирается алкоголизм пройти рак еще не прошу все это думаю что не прошу все это стоило да знаете затягивает она здесь как-то уверенность я хотя бы чувствую а в чем эта уверенность в том что стабильность здесь стабильность там нигде столько не заработаешь сколько я аж говорю даже первая сама удачная между прочим четыреста двенадцать долларов неделю получал пускай даже если половина нас на самого себя уходила то семье уже хватит и мне хватит и на ренты на питание счет ложить семья там хорошо жила в казахстане нет я не скажу что шоковала там если на все хватало на хлеб на мясо образование жена университет закончу платный я высылал деньги сын институт закончил вот в таком плане я помогал как мог много потерял всех близких потерял своих сестру родную потерял умерла значит ду сам друг который меня сюда вот в америку тоже погиб мать умерла первая жена умерла сейчас вторая умерла жена вот учил 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 университет закончила вот далее значит и посмертно заслуженная учительница республики казахстан и заслуженная геология на геологию преподавала в этой карточке я могу можно я могу получать продукты продукты в любом магазине на 202 доллара в месяц то есть вы просто заходите берете то что вам нужно и выходите пропускаю а то есть вы пользуетесь как кредитная карточка понятно то есть грубо говоря у вас нет такой дилеммы никогда мне не хватает на продукты или мне нужно там я хочу что-то но не могу себе это позволить нет такой дилеммы не всегда на хватает на месяц и при этом это карпа этой карточки вы можете купить все что угодно икру шампанское сметану хлеб масло молоко без разницы что да без разницы в одно время говорили что не будут икру давать ну пока что даю а вы смотрите на цены в супермаркетах или вы берете просто что нравится всегда смотрю на все растут до растут причем тут второй супермаркет я смотрю где дешевле сильно растут цены вообще на каждый месяц растут а вот то что вам повышают пособия каждый год этого хватает чтобы покрыть этот рост цен хватает конечно труднее становится но хватает ничего страшного тоже комфортно да ну цены растут я могу дать наглядный пример вот я вчера купил сахар 4 паунда 4 доллара раньше я покупал 5 паундов за доллар раньше-то когда ну лет десять назад 5 паундов за доллар а сейчас 4 паунда 4 доллара это где-то в 5 раз выше и так вот все цены резко-резко растут сколько у вас выходит средний чек вот один раз ходить в супермаркет купить продуктов сколько вы тратите где-то 5 10 долларов о потому что все остальное вам дают привозят она тогда 200 может хватить на месяц понимаю просто я как не схожу мне меньше ста не получается очень много поэтому я беру такое самое необходимое было такое за 24 года что вам нужна была какая-то помощь которую вы не могли получить только материальное может быть да нет я не могу на америку даже грешить у меня всегда что-то голодным никогда не был даже если на улице приезжают на брайтон пункты не только отец вадим кормят вот это там еще и грузины кормят там еще католики при каждой церкви есть пункты питания почти при каждой церкви а вы ходите себе за едой за продуктами там школы в церкви в армию спасения например ну нет вообще-то нет очень редко нам обычно все приносят сами мы не ходим за едой и я знаю раздают вон в той церкви на углу и вон там на 11 улице люди приносят нам а почему вы сами то не пойдете и не возьмете себе еды потому что ее приносят а если приносят зачем за ней идти если бы нам не приносили пришлось бы идти а так нет это одно из отделений армии спасения таких в одном только квинси 5 по нью-йорку в каждом районе их тоже несколько а по всем штатам их тысячи здесь раздают еду одежду помогают с любой другой социальной помощью прямо сейчас рядом со мной орлин она майор армии спасения то хоть и благотворительная организация но армия слова все равно дает нагрузку мы стараемся дать как можно больше в пакеты мы кладем хлеб сок фруктовое пюре и ложку раздаем это как добавку к двум мискам супа вы каждый день сколько кормите человек 500 до 500 человек в день до пандемии было меньше но все равно человек 130 140 кормили ведь тогда еще думали что это много людей а в пандемию все больше и больше приходит воскресенье вообще 700 человек было просто в голове не укладывается а кто все эти люди кто приходит за едой да кто угодно все приходят все водители такси останавливаются берут суп и едут дальше те кто живут на улице приходят можете увидеть бабушек с внуками семьями приходят да все приходят это правда вкусно доброе утро милочка доброе утро я впервые здесь спасибо вам нравится ты да да нормально да да нормально а вы здесь каждый день да да нравится вам да чувствуете поддержку а на самом деле посмотрев как это все работает я могу совершенно точно сказать что да в америке ты можешь скатиться в яму бедности и стать бедным но голодным ты здесь точно никогда не останешься господи в америке полно программ которые помогают получить продукты но у нас же полно людей которые здесь без документов и вот и мы стараемся максимально помочь потому что им рассчитывать не на что им никто не поможет кроме супа можно же получить любые продукты до прийти по записи и получить крупу консервы и овощи фрукты и рыбу и курицу да все что угодно все можете получить а почему у нас тогда такая проблема с бедностью это все идет из семьи детей растят без идей об образовании о колледже о карьере то есть от лени другими словами ну конечно от лени некоторые воспитываются в семьях где никто никогда не работал и все жили на пособие и так вырастает поколение за поколением и они думают что это единственный сценарий жизни для них а еще многие приезжают сюда из других стран из той же мексики они приезжают сюда в погоне за своей американской мечтой и что происходит они получают какую-то работенку то тут то там а потом им становится тяжело одиноко начинают выпивать в итоге пропивают деньги на жилье и не могут даже комнату потянуть где они еще двадцать таких же живут и все просто пропивают все деньги апель это чего а почему пили потому что от неустроенности ностальгия больше всего ну чё я здесь делаю а конечно даже это на первом месте ностальгия даже не то что устал а ностальгия на первом месте потом устал а как восстанавливается не знаю как но физически сложная работа строки а 42 года приехал в 42 года это ты уже начинать физически работать 42 года тяжеловато уже все меньше и меньше силы наверное истощаются у меня желание пропадает всего всего все усугубляется все домой хочу хочу домой надоело все так хочу не уехали тогда дурак потому что извинись надо было давно да мне и мать говорила и так не ну все охота мне свой американский миллион вот эту мечту американскую да и потом я знаю что здесь я гарант там допустим что-то случается там все даже что-нибудь случается у нас сейчас опять какие-то демонстрации человек в 90 не жили поэтому демонстрирую а здесь я всегда найду две копейки которые их спасут на хлебство даже сейчас своем больном я инвалид у меня нету толстой кишки рак был его вырезали здесь в америке в америке то есть вы инвалид получили инвалидность ничего не получил я инвалидности никакой броса операцию сделать бесплатно бесплатно абсолютно вторую уже это началось вот моя знакомство с медициной с американской раньше они ни разу нигде не лежал не больницы даже что дома что здесь а заболел я всерьез это с госпиталями так года три назад всего первый рак мой как вообще узнали скрутила меня меня скрутила этого уже здесь был в этом доме лонгайон госпиталь здесь есть такой привезли туда меня и загибаясь я думал что не пройдет три трое суток промучился но они мне сразу быстро диагноз или сразу оперировали меня быстро ни одного документа не спросили нет только вот этот вот копия паспорта моего и где я проживаю и все не страховку никакой у меня они нет они спрашивают страховка или что у тебя медики что у тебя есть вообще ничего нету говорю но они обязаны помочь для меня все что вы сейчас говорите это какая-то фантастика вот это не фантастика а белые приходят зачем они приходят я не знаю не знаю что я не смогу их никогда выплатить и такие белые что на сегодняшний день тысяч под сто я уже налечился наверное когда я заработаю на никогда вот все списывает государство болеть раком в этой стране очень дорог я честно скажу для меня вот поскольку у меня сейчас нету страховки и у меня нету сейчас даже медики пока что еще это мой страшный сон заболеть джейсона не стало октябре первого октября никто не предполагал что я могу с двумя детьми вернуться обратно в нью-йорк не но вдова ее муж джейсон боролся с раком последние четыре года о цене на медицинские услуги в этой стране не но знает все корпоративная страховка ее мужа стоила порядка шести с половиной тысяч долларов в месяц но и она не покрывала все расходы во время пандемии они всей семьей уехали на средний запад подальше от большого города обратно в джерси-сити не но вернулась одна с двумя детьми сейчас она учится быть матерью-одиночкой в америке в полночь идут спать почему никто не думал что ты решишься с двумя детьми потому что это тяжело с двумя детьми потому что у меня два мальчика как один подросток второму пять лет то есть не самый простой возраст работа опять-таки то и вот ну как я сказала это это важный аспект того что когда тебе некому делегировать это непросто это пугает это ставит в тупик кажется что это ограничивает твои возможности но я верю в то что на самом деле это все в голове как-то мой супруг умер да я подала сразу на самаре бенефиц и я даже ну как бы свое бенефиц они платятся из тех social security administration отчислений которые делал мой муж на сегодняшний день пока что мы получаем выплаты только на лукса как только я получил social то выплаты будут на меня на лукаса и на старшего сына каких суммах идет речь как они высчитываются у нас на сегодняшний день его бенефиты покрывают наш аренд полностью то есть вот я не говорю тебе конкретную сумму дай мне просто вилку чтобы я понимала зависит от то какой был инка у нас в общей сложности на троих будет получаться там порядка трех с половиной что то такое там примерно троих это парадная форма здесь правда не все медали какие воспоминания для вас она хранит я слишком стар чтобы переживать о прошлом было время всему свое время у меня ощущение что я держу часть американской истории в руках это кстати старого образца форма такой больше нет они ее изменили вам положено уже пенсия вы получаете у меня социальная есть конечно 23 сотни в месяц у меня если все сложить хорошо выходит по деньгам не могу жаловаться от чего эта сумма зависит почему 23 сотни от того сколько я зарабатывал пока мог работать так что по сути это пенсия и моя жена еще получает половину этой суммы это вот я в белой майке вообще по уставу зеленая должна быть но мы в них все равно только в столовую ходили голых не кормили наденешь поешь и снимаешь жара ведь невыносимая сколько вам платили во время войны ну все вместе выходило где-то 400 долларов это хорошие деньги по тем временам о да тогда это было очень хорошо но вы же понимаете о каких годах мы говорим тогда было больше субсидированных товаров для военных все выходило дешевле сейчас все сами за себя ну а если сравнить 400 долларов тогда были как тысячи или как 8 тысяч сейчас сколько тогда аренда квартиры было я погуглю тогда однокомнатная квартира в бруклине на брайтоне на цокольном этаже стоило 30 долларов в месяц значит в манхэттене максимум было 100 долларов в то время ну тогда компенсировали если ты потерял стопы и кисть например то получишь примерно тысячу долларов ежемесячное пособие опять же это по тем временам сейчас то это побольше будет там есть определенная система ты получаешь пособие в зависимости от своих травм если ты ослеп понятно что ты получишь больше еще тебе положен ремонт за счет государства и собака поводырь ассоциации ветеранов помогает помогают получить ипотеку беспроцентную плюс я могу лечиться в специальном госпитале и на жену мою тоже распространяется эта страховка ну а говоря о поддержке есть еще что-то вот вы же вернулись с войны и что в итоге вы имеете ну я смог получить социальную квартиру когда я только вернулся очередь на них была 15 лет а я как ветеран получил жилье через шесть недель я вернулся с легкими травмами это потом уже стало хуже семьдесят четвертом пришлось сделать операцию на спине поэтому сразу после войны я получал всего 57 долларов сейчас это больше конечно я сейчас получаю почти 4000 долларов и с этих денег не надо платить налоги ну и плюс разные дополнения я ношу специальные корсеты для позвоночника и они портят одежду так я получаю дополнительно 800 долларов в год на одежду а еще у меня диабет из-за химического оружия agent orange там не раз в год положено обувь и 12 пар носков интересно просто я на улицах довольно часто вижу бездомных с табличками помогите я ветеран стоишь например на перекрестке на светофоре и он подходит прямо к машине и просит мелочь я тоже вижу ходит тут один в такой же форме что ты видела у меня в шкафу так я спросил где именно он служил и нигде нигде то есть получается что они на самом деле не ветераны просто потому что ветеран не может остаться на улице бывает такое что кто-то на улице но их разыскивают и пытаются им помочь для них есть квартиры но это их выбор для кого-то это выбор у кого-то травма после всех взрывов они просто не могут находиться в замкнутом пространстве или как моя дочь клаустрофобы по-разному бывает но для всех есть помощь понимаешь о чем я говорила на днях с ветераном войны во вьетнаме он сказал что невозможно чтобы ветеран остался на улице и не получил помощи ну это от многого зависит нужно пройти через ассоциацию ветеранов и это не быстрая история все затягивается как всегда и еще многое зависит от того как ты вернулся можно же с разными травмами вернуться а можно вернуться потому что вышвырнули но получить помощь можно и жилье тоже но это очень долго будет тянуться я уже полгода во всем борюсь а ты на какой войне был афганистан ты такой молодой сколько тебе мне 30 а есть у тебя какие-то ранения или травмы нет нет вообще ничего посттравматический синдром ну как и у всех так что они говорят то вот ты вернулся с войны что тебе сейчас нужно квартира нужна работа и у них нет ничего даже временного для тебя нет ничего нет а что дальше ты же не можешь оставаться на улице ну это то что я делаю а что остается как чувствуешь себя воевал за эту страну а теперь на улице да это отстой это просто не должно быть вот так получить помощи должно быть гораздо проще ожидания у тебя какие были когда ты в армию пошел служить да не было у меня никаких ожиданий я и представить не мог что окажусь в такой ситуации то есть ты в итоге получишь что-то или ничего не обещают да все сделают квартиру точно дадут или комнату или квартиру как получится а где ты ночуешь ну когда в метро когда почему в приют ты не пойдешь да это еще хуже это просто как тюрьма ты не понимаешь сколько ты сейчас зарабатываешь на улице иногда везет и дают долларов 20-30 когда как я просто стараюсь заработать столько чтобы хватило на еду как так выходит мне сказали что нереально чтобы ветеран остался на улице да я полно вижу очень много есть те кто строит из себя ветеранов чтобы их пожалели но можно просто спросить где служил и что делал и сразу понятно кто перед тобой а ты где служил я был в военной полиции как можно выбраться от сюда расскажи мне как государство помогает нет государстве тени по помогать я государство помогает пока ты здесь здесь многие люди действительно работают им просто нравится такой образ жизни здесь же тебя держит и же если вы может быть совсем было так что есть нечего людям бы пришлось когда-то выползать отсюда и чего-то там добиваться никто на самом деле не задумывается чтобы бороться с бедностью республиканцы говорят бедным нужно помочь перестать быть бедными у демократов бедным нужно помочь жить нормальной жизнью вот это вот два мнения которые есть и которые между собой борются да то есть не республиканцы не любит бедность не поощряют демократы тоже не поощряют бедность они пытаются таким образом исправить ситуацию просто их решение приводит тому что бедность затягивается республиканцы не будут против этой программы из-за того что они побоятся выглядеть бессердечными а для демократов это просто выгодно потому что чем больше людей согласны с программой тем больше будут голосовать почему-то у меня ощущение что я себе позволяю не могу позволить а позволяю намного больше чем наверное какая-то среднестатистическая особенно постсовет дать постсоветского пространства мама с детьми если раньше мы могли там заказывать доставку еды несколько раз в неделю сейчас как бы я не делаю это чаще одного раза тем не менее делаю это раньше наверное мы все-таки почаще ходили в кино сейчас и кино как бы ну только-только открыли кинотеатр что что-то говорить вот кино это конечно мой больной вопрос я очень любил ходить в кино всегда но сейчас здесь это очень дорого то есть на троих это получается около 50 долларов это без попкорна и прочей байды которые так любят дети просто тупо билеты ну и все равно побаловать себя где-то можно почему бы нет ну то есть это уже как бы вот эти вот эмоции которые вы вместе получаете это бесценно а мать манеды газ не ребята сколько вам нужно чтобы уйти с улицы ой я даже не знаю я вообще не занимаюсь финансами это все на алексе он умнее я примерно представляю сколько я зарабатываю в день когда больше когда меньше все что я знаю что каждый день мы должны зарабатывать столько чтобы хватило на еду понимаю мы могли бы стараться больше но я даже не представляю что еще мы можем сделать сдать все это на хранение и попасть в отель куда сейчас расселяет всех с улицы можно и по-другому что-то сделать сейчас хозяин магазинчик и здесь рядом и позволяет алекс убираться и выносить мусор иногда но это тоже выручает плюс мы еще всегда ходим между машинами просим какие выводы я могу сделать и что еще добавить в америке бедность разная не устроенная уличная глупая и ленивая домашнее обласканное государством разная бедность в стране в чем ее причина вот вопрос но его я задала тем кто с этой бедностью знаком гораздо лучше меня мне сложно сказать в чем причина бедности я думаю что здесь много и исторических причин и социальных причин но при этом я вижу очень много возможностей в этой стране собственно я приняла для себя решение остаться в штатах потому что я считаю что для моих детей больше возможностей здесь я считаю что нет проблем человек который хочет работать он может найти при желании если не хочет работать он обращается в социальные органы ему оказывает помощь конечно нет возможности у людей ехать за границу или ходить по дорогим ресторанам или еще что то но нормальный образ жизни можно себе обеспечить в любом случае все эти организации они же должны помогать а в итоге ничего не делают мы ждем когда они принесут нам документы но они не шевелятся мы им звонили не раз вопрос то не в том что мы не стараемся все эти программы они есть но в итоге недоступны я пытался не социум не семья не внушила что этого нужно постараться из этого как-то вырваться своими силами я думаю что стыдно смотри сколько в этой стране вокруг вообще понятие денег крутится и вертится просто мне кажется тут людей не знаю как по-русски это сказать like pacified people то есть здесь вот утешают причина бедности сша очень простая нежелание быть богатым потому что на протяжении я прожил здесь 30 лет и я видел разные ситуации видел разных людей я видел разных богатых людей единственное что отличало их от тех людей которые не стали богатыми от желания